Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Сегодня я расскажу об игре Лодаут. Это бесплатный шутер от третьего лица. Особенной фишкой этого шутера является кастомизация оружия. То есть здесь нет набора определенного оружия. И оружие вы можете создавать сами, какое вам вообще в голову взбредет. И в принципе похожего оружия здесь в игре не встречается. Могут быть близкие, но они все равно чем-то могут отличаться. Лодаут у нас есть как бесплатный, плюс пакеты различные покупаются уже за реальные деньги. То, что здесь транзакции есть. Единственное, что здесь было, это, по-моему, год назад, это была Лодаут бета-компания. То есть сюжет заключался в том, чтобы выполнять задания на картах компании. Но эти карты просто были те же самые, что и в бесплатном. Просто нужно было, скажем, убить 20 человек в течение раунда, защитить точку, еще чего-нибудь. Там задания распространялись от самых легких к более сложным и красного уровня, очень сложные. И было несколько глав. И сражались ли вы против ботов в виде каких-то там инопланетян, которые были тоже разные классы. Но там классы были даже очень, бывает, сильные. Там типа, по-моему, гренадеры, которые могли чуть ли не по всей карте раскидывать свои бутылки, которые просто носили чудовищные уроны и ужигали вас. А были и просто какие-нибудь там хилячки маленькие, которые, в принципе, выбирались с одного выстрела, там, взрыва. Давайте я расскажу о игре. В ней сейчас, в данный момент, работает только именно бесплатная версия. Бета-компания была закрыта. Сейчас текущая версия игры 4.1 на данный момент. И разработчики нам обещали соединить бета-компанию с бесплатно. То есть, как они собираются реализовать достижения из той компании, с этой, с лити. И плюс еще там были функции разные. Сейчас давайте я по мере обзора расскажу. В игре здесь есть игра против людей. То есть, люди против людей играют как PvP-режим. И против ботов PvE, где вы можете играть с тремя друзьями, там, или любыми случайными игроками. Против ботов. Есть соревнования, как лига, когда достигнете 10-го уровня здесь. Сможете играть в более серьезные игры, так скажем. А пока можно играться против ботов или людей. Можно создать свою игру. Но, в принципе, большей частью люди просто ищут. Пользы, в принципе, длится около полутора-двух минут. Главное, чтобы не то, что лобби найти, а соединиться. В настройках игры можно выбирать тип сервера, по-моему. Ну, да. Европа и Азия у нас. Обычно играют на Европе. Давайте перейдем к персонажу самому. Персонажей здесь всего три. У меня ведь три, два одинаковых, но тут можно перемещаться. То есть еще вот такая бабища, Хельга. Есть Нигер и вот такой чувак. Здесь можно настроить персонажа по вашему усмотрению, но, как положено, здесь нужно кастомизация. Здесь донат не влияет, в принципе, на игру. Если не покупать, конечно, в магазине дополнительные слоты сразу к оружию, там, экипировку какую-то. Дополнительный, там, опыт быстрее прокачиваться. Блютес, это единица, как бы, денежная в этой игре. Такой атом напоминает, что ли. Вот они, видите, можно купить реальные. В компании было можно купить за блютесы, наоборот, усовершенствование, ускорение или за деньги. Но там нужно было копить большое количество блютесов, около, по-моему, 10 тысяч для более-менее нормальных достижений. Аватарки здесь тоже можно покупать, но здесь эти аватарки, открывающиеся достижения в самой игре. Экипировки, слоты, лечение, опыты. Это рекомендуемые, это пакеты. Давайте персонажа перейдем. Вот у меня весь персонаж такой вот. У него можно настраивать все от головы, там, очки, пебельницы. Вот эта футболка у меня была получена бесплатно, что ли, за бету или что-то такое. Видите, вот. Внешность торса можно избитый поставить. То есть, в принципе, это не влияет, только на внешний вид влияет и все. Насмешки здесь есть тоже. Вот. Стандартные. Вот такие есть. Если вы, конечно, хотите покупать насмешки, здесь такой вот. Эти размешки можно делать как в начале, ну, в процессе самой игры, так и в конце, после раунда. Нажатием клавиши H, английской. Вы можете присвоить любое имя, можете создавать новых персонажей. Тут, по-моему, количество слотов не ограничено. Ну, бобенка тоже, само собой, меняется. И негр тоже, само, в стиле меняются. Стиль распространяется на каждого персонажа отдельно. То есть, если вы получили стиль какой-то на вот этого персонажа, то вы не можете использовать его на том же негре. Давайте перейдем в экипировку. Экипировка состоит из трех вещей. Два ствола и дополнительно, определенно, там, какой-то граната, либо щит. У вас есть вот такое количество слотов. Это у нас получается 9 по 3. Доступно может быть 6 стволов открыто, и то вот на 30-м уровне. А, скажем, до 8-го уровня вы можете открыть 3 слота для оружия создания. Выбирайте тоже два оружия и гранаты. У нас есть эти разные. Не только гранаты, там есть развертывание щита, ложное оборудование. Вот, точка респауна. Турель можно поставить, как в Anti-Fortress 2. Маскировка, там, прыгающие ботинки. Зажигательные гранаты, которые поджигают врагов на площади. Гранаты Тесла, которые бьют током. Зачарованные гранаты, которые там какие-то бонусы просмотрят. Ну, плечище гранаты. Щит включает персональные обычные гранаты. Вот у меня уже открыто два слота. Можно открыть три, ну, набора экипировки. Ну, в принципе, даже если вы одним их пользуетесь, вам это неинтересно. Достижения, это, само собой, это стимовские достижения. Давайте создание оружия перейдем. Вот, у нас три ствола уже созданы. Это типа пульс, это винтовка, это ракеты. Статистику можно просмотреть данного оружия. Урон, скорострельность, время перезарядки, размер обоймы, дальность, точность от бедра, точность прицеливания и стабильность. То есть, в принципе, разброс как бы идет это. Есть также у него такие характеристики, как нападение, прицелы, приклады, там, типа стрельбы, там, тип пуль. И самое интересное в игре, они прокачиваются... Давайте нажимаем «Настроить», вот, который имеющийся ствол. У него есть приклады. Как видите, они покупаются... Стандартно у нас будет, а вот этот сразу же примеряется, и можете посмотреть характеристики изменения, как он влияет. «Демпфирование». Это все, получается, блютесы. Это... Здесь указаны блютесы, которые нужны вот в древе технологии, вот в этом. Сейчас я его открою. Особенность состоит в том, что это древо... Необязательно открывать, чтобы, скажем, получать какие-то детали. Там просто показывается прогресс, что нужно открыть для следующей детали, если вы хотите узнать. Здесь вы можете сразу же вот так вот поставить его, сохранить и купить. То есть, нужно в древо отходить, так вот, заходить в древо. И вот, скажем... Здесь кнопка «Отпереть», но не горит, потому что у меня нету столько блютесов сейчас. «Отпереть». И нажимаете, открывается этот... И получается, доступ к следующему открытым нужно опять набрать определенное количество. Давайте перейдем опять к созданию оружия. У нас есть тест-испытание данных стволов. То есть, вы можете спокойненько зайти в специальную зону, где вы будете испытывать свое оружие. Как видите, игра погружается в текстуры. Вот режим прицеливания. У нас 50 на 50. Две обоймы, но при этом они выполняются постоянно. То есть, бесконечная граната у нас кончается. Если вы можете потренироваться, как в стрельбе по стоячим мишеням, по ближним, по дальним, по движущимся... Вот видите, уже запускаются, вон двигаются. Вот стоячие мишени, и он двигающийся по прямой просто. А это нам по возвышенности. Как, в принципе, действие с оружием. Вот видите, поджигаю. Если я попадаю, скажем, одной пулей, урон 3-4. А если я, скажем... Это значит, что, вот видите, шкала, снятая мной здоровью, и еще он дальше догорает. Чем больше вы попадете огнем, тем больше он будет получать урон догоранием. Давайте вернемся в дело создания оружия. Настроить. То есть, приклады, прицелы, типы тоже меняются. Стволы. От них влияет какое вы будете тип оружия создавать. Штурмовую, там, винтовку, снайперскую, пулемет. Тот же самый, этот, дробовик разбросом. Так же здесь можно спусковой тип механизма. То есть, как бы раскручивается пулемет или просто стреляет. Обоймы. Можно увеличить, можно сделать одиночными, чтобы была снайперская винтовка с очень мощным зарядом. Так же определяется тип патронов. Пуля, Тесла, огонь, здоровье, сок. Пуля, это обычные выстрелы. То есть, наряды Тесла, это электрические. Огонь. Самый лучший, наверное, урон наносит то, что загорает враг после того, как вы даже умерли. И можете добивать спокойно. Здоровье. Это восстанавливает здоровье вам и вашим союзникам. При этом восполняет его выше нормы до 150%. Сок. Это усиливает силу и скорость ваших союзников и вас. Также можно выбрать тип полета снарядов. Стандартный, просто как обычные пули. Упругий, то есть, отскакивает от поверхности. Штопор в виде спирали летает. Пропуститель называется, который многократно отскакивает. То есть, можно запунуть, он будет по всей карте отскакивать, летать, а не один раз. Медленный, больше стоит, как медленный тит, но взрывается там при контакте. При этом, знаете, пульс. А есть еще винтовки обычные. Ракеты, четыре направления. Пульсы, это у нас шары. И луч. Луч, само собой, это прямой урон. То есть, не надо надеяться, что ваши пули подопадут. А именно, просто вы можете двигать по прямой, там, влево-вправо и все равно будете задевать врагов. То есть, луч достаточно далеко бьет и позволяет вам наносить урон, конечно, только по одной цели в данный момент, но он будет точно сосредоточен в одну точку. А пульсы могут пули просто не попасть, и ракета, взрывная волна, может быть, тоже зависит от того, как вы забрали оружие. При этом, у луча критична именно система охлаждения, по большей части, потому что быстро перегревается и заряд кончается, если просто полить в одно место и не перезаряжать, то есть, не давать остывать ему. А вот ракеты, у них есть пять в совершенствовании самого снаряда. То есть, вы можете выбрать тип снаряда, как он будет лететь, или там, может быть, как выпустите, он на земле будет как акула, плейт там, при столкновении с целью, либо с препятствием он взрывается. Также можно выбрать дополнительный заряд, воздействие, отскакивающий, прилипающий, там, и все такое. Можно выбрать также при контакте, копажный взрыв через таймер, приближение к врагу взрываться, и можно взрыв еще по площади. Взрывчатка это просто кластер, это взрыв из шести кластерных бомб, зенитка. Это у нас взрывается, наверное, широким разлетом на кластер. Четыре средних кассетных бомбы, это маленькие, а это супер кластер, там, когда восемь маленьких разлетается, просто накрывает большую площадь взрыва. У пульса у нас только два, это тип и отсколка, там, какой-либо спираль лететь. Винтовка, само собой только один. Давайте древо технологии откроем. Так, вот у нас древо технологии, можно перемещаться мышкой свободно. Давайте в винтовку, видите, типы патронов, типы стволов, стандарт, приклады, прицелы, типы спуска, обоймы. И также ракеты, типы патронов, кластеры, сколько стволов. То есть можно создать один мощный, типа тубовый, тяжелый ствол, либо просто кучу ракет вас будет в обойме, приезжаетесь, просто сразу целый этот набор ракет. Ну, урон будет, конечно, меньше, но будет больше боезапаса, больше можете выпустить сразу. Если вы умеете стрелять точно, там, настраивать, можете по площади крыть таким количеством ракет, можете просто тупо один выстрел сделать точнее в цели и разнести ее без взрывов. Дальше у нас приклады, тоже влияют на точность, и при этом здесь в древе можно не только просто открыть способности, там не надеяться, что, скажем, вы поставите пулемет, и он будет с большим разбросом. А то, что можете сделать, скажем, со ствол, сейчас покажу вам, скажем, на винтовке. Так, откройте, откройте. Можно поставить пулемет, но при этом, смотрите, какая вещь, он имеет большой разброс и маленький урон получается. Раскрутку можно поставить, типа спуска, скажем, раскручивающийся. Но при этом можно сделать так, что, когда вы играете, то, что экипировано в ваш ствол, собрано, то прокачивается, то есть имеет уровни. Видите, если я прокачаю его до второго уровня, у него получится прочность, скорость, стабильность увеличится. Также можно качать все остальное. Если вы одеваете какую-то новую вещь на ствол, то качается уже она, а не предыдущая. Вот это создание оружия, вот, выбираем, это и есть прокачка ваших экипированных вещей. Треботехнологии отображает, что нужен доступ в открытие для следующего, и что вам нужно. Вот этот дробовик мы можем создать. Мало разброс уменьшить. Скажем, огонь, вот. Плюс 2,70% прочность, если прокачаю следующий уровень. Ракеты, давайте вернемся. Здесь, как видите, тоже все разные типы. Есть ракеты, там супер бегство, там прилипало, качать все можно. Давайте открываем пульс. Как видите, здесь то же самое. Все зависит только просто от типа ствола. Здесь, в принципе, отличие существенное, это ракеты, там больше деталей. Луч, чешет система охлаждения, приклады, прицелы и спуск. Так, оборудование, само собой, качается тоже отдельно. Турель, там, налечит, убивает, калечит и все такое. Единственное, что здесь идет именно технология древа, и нужно прокачивать. Все, что приходится затротить именно с прокачкой самих усовершенствований. То есть, скажем, вы открыли какое-то ствол, хотите, чтобы он был лучше, то есть с ним вы, в большей части, играете. А в компании бета было сделано так, что вы получаете в достижении миссии каких-то запчастей, которые могли просто складывать, как бы, в рандомный крафт одной определенной детали. То есть, если вы выбрали ствол-пулемет, вы можете его качать с помощью вплавления, как бы, в него других деталей. То есть, вы просто ставите в центр деталь, эту, пулеметный ствол, скажем, и по округу раскидываете еще четыре детали, там, или от одной до четырех, любых там стволов, прикладов. Он переплавляется и добавляет дополнительные бонусы, какие-то характеристики к этому стволу и увеличивает его уровень. Соответственно, эту деталь можно было ставить, в зависимости от вашего текущего уровня и пушки на ствол. Как будет реализовано в дополнении 5.0, который нам обещали разработчики, данное слияние компаний и бесплатного шутера, неизвестно. Потому что там была одна система крафта и совершенствования детали, а здесь совсем другая. То есть, в принципе, будем ждать, смотреть, как это все будет происходить. Как вам еще говорю, древо у нас имеет 5 пунктов, и каждое приходится качать отдельно. Так что лучше выбирайте специализацию. Если вы бог там какого-нибудь АВП, вы можете создать спокойно, скажем, с той же винтовки, там, скажем, огненный Тесла, там, выбрать огонь. Тот же, скажем, снайпер, охотник за головами. То есть, голову, если вы попадаете прямо на ходу просто, здесь, кстати, очень трудно попадать в голову, потому что здесь очень постоянно все подвижно. Можете снести голову сразу, там, увеличить точность приклада, прицелы поставить, те же самые, вот, рентгеновские лучи, и можете сносить голову. А можете тем же, как Хейк и Племетчик, можно даже медика создать. Просто поставить, скажем, тот же луч и выбрать лечение, и плюс прокачать там, чтобы он увеличил больше. Можете ракетами, в зависимости, что вы хотите. То есть, кастомизация, оружие идет полное. Я думаю, в принципе, еще не очень так уж и долго предуслаждать слияние беты и этой игры. То, что уже, в принципе, достаточно много времени прошло, хотя, кто знает. По крайней мере, беты сейчас, если даже вас было установлено в Steam, она числится, но ее в бесплатных Steam не найти, и плюс, если она числится, даже она не запускается, то есть, невозможен коннект, сервера не работают. Так что, если вы вычтите, может быть, в интернете решение на проблему, почему у вас игра не запускается, просто нет серверов. Разработчики закрыли и убедняют. Если у вас не запускается сам летаут бесплатный, то, скажем, возможно, у вас стоит семерка, и там есть файл настроек в папке «Мои документы», где там, с игрой. Там есть файл движка конфигурации. Там может быть установлено значение «Direct 11», а игра не поддерживает «Direct 11». Не 10, не 11, она поддерживает именно 9. То есть, просто цифру 11 поменять на 9, и игра у вас запустится. Ну, я думаю, в дальнейшем я буду делать ролики по игре, кемплеют. Ну, на этом, я думаю, надо закончить. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, оставляем комментарии, я буду отвечать на них, ставим свои пожелания. Всем спасибо, до свидания.